Мир вам, братья и сестры! Читаем из Евангелия от Матфея, из 26 главы, 36 стиха и ниже. 36 стиха, 26 главы Евангелия от Матфея. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И Аташид немного пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще Аташид другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Аминь». Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Сегодня особый день в христианской нашей летописи. Этот день, Страстной четверг, не весь мир в равной степени относится к нему с таким, может быть, благоговением, как мы в России, традиционно следующий календарю христианскому, в котором жизнь Господа и особенно его дни, которые мы считаем пасхальными или дни Страстной недели, представляют для нас такой особый объект внимания, который мы желаем пережить не только мысленно читая тексты, но пережить его в наших сердцах, в наших размышлениях, пережить как бы своим непосредственным участием в том, что происходило с нашим Господом. Это дни, когда мы оставляем нашу работу, суету, мы оставляем, кажется, важные дела и предаемся тому, о чем здесь мы сейчас слышали это прекрасное пение. «Помышляю», «Помышляю». И вот такое приглашение к размышлению о страшных днях, о делах своих, о Божьей воле и о Божьей роли в моей жизни. Это серьезная работа духовная, когда мы предаемся помышлениям, размышлениям о святом деле Божьем. Сегодня этот вечер по-особенному располагает к размышлению, потому что он сопряжен еще с исполнением заповеди великой. «Размышляйте о теле Господнем». Кто ест и пьет, не размышляя о теле Господнем, не рассуждая о теле Господнем, тот ест и пьет осуждение себе. Это такое приглашение от суеты, от традиции, от тех даже религиозных каких-то требований, законов, к такому серьезному личностному участию в том, что Бог явил нам в Иисусе Христе. Это как раз та благодать, которая действенно становится, когда лично я становлюсь в общении с Господом, освобождаясь от какой бы то ни было традиции, законности, успехов дел, ценности дел, и предаюсь страшному желанию постигнуть той великой, великую милость, которую Господь подарил нам. «Помышляйте, размышляйте, подумайте, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников», приглашает нас Священное Писание. И здесь Евангелист Матфей описывает вот этот вечер, совершившуюся заповедь в горнице, приготовленной и убранной в заповедь Ветхозаветной Пасхи, которая совершилась по традиции, преломлением хлеба, пресного хлеба, который был вкушен с горькими травами, в таком состоянии, в такой опасности близкой, как это делалось когда-то в Египте впервые, когда они были в плену, еще их прародители. Это вино, которое было запито здесь же, разделено чашей, это вино, которое не представляло собой алкогольного напитка, но оно представляло с другой стороны уже Божьи благословения, которые ожидали их в земле обетованной. Пасха – это освобождение, Пасха – это кровь, пролитая Агнца, который стал заступнической кровью, пролитой вместо гибели первенцев, живших тогда, и она существовала и существует в народе Израилем, такой реальной опасностью, от которой избавлены через жертвоприношения, и теперь Христос передает, и вот в этой же буквально минуте, в этом же общении, практически в этой же процедуре, с теми же совершенно предметами, когда Он дает хлеб и говорит, это есть тело мое, за вас ломимое. И для нас сегодня сложно ассоциировать Христа, Его тело, с этой искупительной жертвой. Это серьезное напряжение ума требуется для нас, души всей и духа, чтобы мы могли понять и прочувствовать, что действительно представляли апостолы в тот момент, когда они вкушали Ветхозаветную Пасху. Это была для них очень яркая история, переданная их отцами, поколение в поколении, и они жили до сегодняшнего времени под прессом тогдашней Римской империи, лишенной свободы. И они помнили живо ту самую жизнь рабства, когда они не имели никакого права, у них не было храма, у них практически не было Бога, ему было нельзя молиться, о нем нельзя было говорить. Это было состояние предсмертного, бесправного существования, и этот Агнес закланный, который кровью косяки были помазаны, и избавил их от ангела-губителя, это было освобождение живое, реальное, которое они ощущали всем своим естеством, когда Христос говорит, я ес им Агнес, я теперь отдаю свое тело, ешьте, это мое тело за вас ломимое. Вот я понимаю, что для них оно ассоциировалось с этим Агнесом, и, конечно, этот ужас наполнил их сердца. И вот они, воспевшие, пошли на гору Елеонскую, и они там беседуют, продолжают разговаривать, и Иисус Христос говорит, вы все соблазнитесь обо мне, вы все оставите меня. И вот этот момент, вы знаете, такого серьезного испытания, когда, мне кажется, самые яркие чувства вспыхнули к Господу, представляете, вот эта вот лепешка разломанная, которая говорит, это мое тело за вас ломимое, ешьте, в сущности, грубовато, быть может, звучит, но ешьте мое тело, соединяйтесь со мной, я себя отдаю за вас. Мне предстоит быть убитым, как Агнцу. Моя кровь, как кровь Агнца, прольется сегодня. Пейте эту кровь, она для вас избавление, она для вас жизнь. И вот эту минуту, когда, понимаете, для кого-то, как Иуды, может быть, нужно несколько мгновений, и, в конце концов, невозможно это выдержать. Для многих, которые слышали Иисуса Христа, это было невыносимое откровение. Как он может такое говорить? Кто может есть плоть и пить кровь? Это что-то невероятное. Но для тех, которые приняли, не умом, быть может, даже, а лишь Духом Божьим, который, проницая прямо в сердце, соединил, несказанно, соединил меня, грешника, со Христом. И небо открылось. И вот эта тайна искупительная, вот она уже рядом со мной. Я себе представляю, пережевывая эту лепешку, мацу сегодняшнюю, хрустящую, которая во рту еще не дает ни сладости, ни удовольствия, потому что это фактически на воде замешанная мука. И вот это нужно подумать. Се есть тело мое за вас ломимое. И когда вот это вот все вы делаете, выходите в этом трепете, потому что Господь Христос говорит, мне предстоит пострадать, мне нужно быть убиту, в третий день воскреснуть. И вот это вот естество восстает в борьбе, и, с другой стороны, в чувстве такого жалости, быть может, и расположения. И тут Господь говорит, вы все разбежитесь, вы все меня оставите. И, конечно, такая жуткая внутренняя борьба, после чего Господь говорит, побудьте здесь со Мною, помолитесь, пободрствуйте. Мне бы хотелось вместе с вами, братья и сестры, от привычных, стандартных, таких, может быть, риторических уже фраз, говорящих о том, что нам очень знакомо, просто как-то попытаться действительно поразмышлять. Господь говорит, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со Мною. И есть ли сегодня у меня такая внутренняя ответственность, внутренняя обязанность, связь с христианством, многоликим, многообразным, персонифицированным, в каком-то лице, быть может, о котором я знаю, кто сегодня попросил меня молиться, кто сегодня переживает скорбь смертельную, кто сегодня находится на передовой, в борьбе, святой борьбе за продолжение Божьего дела. Господь говорит тебе и мне, побудь здесь со мной, пободрствуй. Представьте себе, это было после сразу, когда он говорит, вы все разбежитесь, вы все меня оставите. И тем не менее, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь со мной. Такое столкновение, знаете, соучастие в святом деле искупления и в сущности абсолютной профнепригодности. И что случилось? Первое слово Христа, которое говорит Господу свою молитву, адресуя, отче доминует, меня чаша сия, и он возвращается и находит их спящими. Что это было? Равнодушие, усталость, неверие, просто какой-то нонсенс, когда вот вопреки разумным всем обстоятельствам уснули. Но я пытаюсь размышлять. Две тысячи лет минуло, вернуться в прошлое невозможно. Настоящее не очень отличается от прошлого. Все та же борьба. Господь Христос на передовой, Который за каждого из нас сегодня приносит Богу свою молитву. Снова и снова, за тебя и за меня, он агнец, жертва совершенная, она принесена единократно, но она действенна на протяжении всех веков. Из-за тебя и за меня она не свершившаяся в прошлом, когда-то, в истории, как факт музея. Она действующая сегодня. И она приглашает нас вот в этом вечере, она приглашает нас пободрствовать, помолиться, поразмышлять. Я нахожу вдруг себя спящим. Я нахожу вдруг себя скорее равнодушным, по привычному уже ходу событий, совершающих его таким, знаете, быть может, с внешним видом благочестия и пристойности, но с какой-то внутренней, скорее, быть может, успокоенностью, чем той болью, о которой Христос говорит, душа моя скорбит смертельно. Сколько раз совершал я эту заповедь, принимая из рук служителя крошечку хлеба, так что она уже стала для меня всего лишь навсего исполнением, привычным, и уже не ассоциируется с тем, что это, знаете, как бы отломить прямо от тела Христа, от живого его, страждущего, болящего тела, любящего, прямо так оторвать его, живого, и на вот это мое тело, тебе я его отдаю, за тебя я его отдаю, тоже может быть звучит грубовато, но как бы мне это так проснуться, чтобы понять, реально-то все именно так, реально-то его боль и растерзанное тело, реально-то его муки на кресте Голговском, реально его боль, молитвы, доминует меня, чаша сия, впрочем, отчениках я хочу, а как ты, ведь это был не концерт. Конечно, все равно я понимаю, за скорузлый свой, как и учеников Христа, тогда еще очень живой и яркий образ Бога, слова Его живые, и дремота, и сон, который невозможно было прогнать. В этой молитве троекратной, мне кажется, Христос приносил Господу свою боль, своему небесному Отцу, свою действительную боль, которая была возложена на Него. И я так себе хотел бы представить, как сестры и братья, когда мы вкушаем этот хлеб и пьем вот эту чашу, соединяемся с Ним, обретаем Его природу, обретаем мышление Его, чувствование Его, становимся с Ним одно. Это было тогда, когда они уже совершили эту заповедь. Ешьте от Него, пейте из Него. Мы стали одно, и теперь Он говорит, побудьте здесь и пободрствуйте со Мною. Господь Христос, мне кажется, в молитве о чаше так по-особенному ощущал в своей первой молитве боль человеческой клеветы. Здесь же, перевернув страницу Евангелия, мы встречаем, как целая толпа людей уже к арестованному Христу спешит, рассказывая начальникам, что Он вот такие слова говорил, Он вот такие слова говорил, Он говорил, что Он против этого, Он против этого, Он говорил, что Он разрушит храм, Он такие вещи говорил, такие слова, сколько лжесвидетелей было, готовых рассказать о Нем. Я так себе представляю, глядел избитый и отверженный, связанный Иисус Христос на эту вереницу лжесвидетелей, которые говорили, что Он вот такой, такой, такой. Господи, да минует меня чаша сия. Как это больно, как это невыносимо, как это неподъемно, тяжело, тех, которых вот Он вчера освобождал от проказы, вот только вчера Он давал Ему зрение и слух, только вчера Он поднимал хромлющих и кормил голодных, Он врачевал их безмерное количество, а сегодня они в какой-то ужасной тьме клевещут на Сына Божьего, говоря о Нем слова неподобающие. Он князь, Он силой вельзевул это делал, Он врат кесарю, Он не друг кесаря. Это боль, как говорит народная мудрость клевета, что уголь не обожжет, так замарает, знакома нам с вами, да минует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, а как ты, и молитва его продолжается. Он приходит к ученикам и просит пободрствовать с них дальше, возвращается и молится, отче, да минует меня чаша сия. Вот это вот беседа с Петром, который говорит, Господи, даже если все отрекутся, я не отрекусь, я тебя не оставлю. Это беседа с учениками, которые оставляют предательство того, кто был все эти три года вместе с ним. Вы знаете, мы тоже бываем смелы так осудить Иуду и даже тех учеников и Петра, так часто мы говорим о его слабости, но сегодня, вот в этот вечер, мне бы хотелось так внутренне почувствовать рядом с Господом свою собственную слабость. И знаете, сложно возразить, что я не оказался вместе с учениками, сложно возразить, сегодня у многих моих братьев-христиан снимают голову за то, что они веруют в Иисуса Христа. Многим моим братьям-христианам сегодня отнимают жизнь за то, что они веруют в моего Господа Иисуса Христа. И я нахожу, что я сплю равнодушно, сытно, может быть, даже еще с ворчанием, недостаточно комфорта, мало уважения. И вдруг сегодня я ощущаю, что борьба Господа продолжается. Он все там же в Гефсиманском саду за тех страждущих в Индонезии или в Пакистане, в Узбекистане или в Азербайджане, или даже в России, когда желающий жить благочестиво, гонимый, вдруг остается в одиночестве один на один со всей этой злобой и пьет эту чашу клеветы и отвержения и предательства. Где же я нахожусь в это время? Побудь со мной! Просит меня вдова одинокая, просит меня брат оставленный, просит меня тот, которого сегодня на площади публично ругают и клевещут на него и истязают за то, что он Христа Иисуса своим Богом называют. Потом он молится дальше. Вы знаете, когда уже на Христе распятый наш Господь в своей молитве к Отцу Небесному Лама, Лама или Лама Савахване Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Испытывали ли мы в своей жизни это чувство этой оставленности, когда так могли завопить Господу? Вы знаете, я даже думаю, что это необходимо нам с вами переживать, чтобы понять настоящий вкус вот этих предложенных святых даров, настоящую их ценность и цену, потому что, чтобы мы могли с Господом разговаривать, потому что мы могли разговаривать о Божьей благодати, потому что, чтобы мы могли просто в молитве Отче наш досветиться имя Твое, иногда с скороговоркой прочитывать эти слова, это растерзанный Господь на Голговском кресте был оставлен своим небесным Отцом. И в этом отношении я думаю, что сегодня, когда мы вкушать, призваны вот эти святые дары, когда мы приглашены Господом, побудьте здесь и пободрствуйте со Мною, соединитесь со Мною, исполнитесь вот этой болью, понесите ее вместе со Мною, это приглашение братья и сестры, церковь дорогая, вот в эту минуту, когда на самом деле так похоже, как две тысячи лет назад смятение в умах и борьба, когда кажется торжествующее зло сегодня истинному благочестивому христианству закрывает доступ на эту свободу, на проповедь, на жизнь, достойную и пристойную, на то, чтобы действительно имя Христа было вознесено и правда Божия торжествовала, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Переживали ли мы вместе с Иисусом эту боль наших братьев и сестер, которые сегодня находятся в таком же одиночестве и испытывают его вот так буквально, как будто бы рядом нет Господа? Я смею вас уверить, что это и вы переживаете. Вы испытываете также в борьбе со грехом это чувство одиночества, вы испытываете эту борьбу, как в Гефсимании, когда рядом, кажется, никого нет, и даже ангела не пришло, как описывает евангелист Лука, который как пот, как капли крови вытирает с этого тела Господа Иисуса Христа и поддерживает его в борьбе. Но приглашение Господа сегодня я расцениваю, знаете, как, знаете, некий тест на наше действительное христианство, на наше действительное соединение с Господом Иисусом Христом. Христос умер за грехи наши, вот перед нашими глазами, через пару дней сменится этот текст и воскрес для оправдания нашего, Христос воскрес для оправдания нашего. Он пригласает нас сегодня соединиться с Ним в Его смертных страданиях. Апостол Павел пишет, что мы соединены, мы крещением в смерти Его крестились, и мы в крещении соединены с Ним подобием смерти Его. Мы соединены в этих страданиях. Мы, Павел Апостол даже говорит, дополняет чашу страданий моих в моих скорбях, восполняет их. Мы соединены со Христом, чтобы пройти этот гефсиманский путь и прочувствовать в себе самих и в своей собственной жизни и горечь клеветы, и боль вот этого предательства, и это ощущение оставленности, когда действительно Господь становится для нас той пристанью святой, к которой устремляется мой дух, уже дух, который понял и познал всю лукавую жизнь, все лукавство, все предательство этого мира. Пойдемте, приблизился предающий, приблизился, пойдемте. Я и хотел бы, чтобы мы, перед тем, как приступим к исполнению этой заповеди, в нашей молитве могли бы сейчас по-особенному, знаете, Господу сердце свое исповедать, могли бы по-особенному открыть его для того, чтобы его благодать коснулась, вот так, как она коснулась учеников там, в Гефсиманском саду. Это настоящее духовное напряжение, это то помышление, которое соединяет меня с ним. Мне думается, что наступило время для нас, братья и сестры, от привычного трафаретного исповедания и христианства нам проникать в ту глубину духовную, чтобы на наших лицах отражался Господь, чтобы в нашей жизни была бы та же самая страсть и боль. Будьте здесь со мной, я помолюсь. есть ли сегодня в моей жизни эта Гефсиманья, есть ли у меня сегодня эти страдания, эта чаша, которую я пью за других, за эти миллионы моих сограждан, россиян, за тех, которые сегодня улюлюкают, за тех, которые сегодня танцуют, кажется, безмятежно на этом пившестве, где торжествует зло и грех, там дети наши, там наши внуки и родные. Есть ли у меня эта боль, чтобы я прочувствовал ее до такой степени, что я пью эту чашу горечи этого мира вместе с Иисусом, в молитве моей, в бодрствовании моем, в христианстве моем. Это чаша, которая предложена нам в Иисусе Христе сегодня. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok